у специалиста должен быть список поверенных инструментов то есть рулетка уровень линейки металлические штангенциркулия какие-то тепловизионные приборы да допустим если мы измеряем температуру и когда вы покупаете квартиру дорогие друзья то есть вы не задумываетесь о том что штукатурка бывает разного качества то есть допустим если он принимает квартиру допустим конструктор дату он не может быть по образованию скажем так электриком да или там автомеханик всем привет сегодня у нас второй ролик на тему того как принимать квартиры в первом ролике мы говорили как выбрать специалиста и не ошибиться чтобы специалист пришел грамотный про все рассказал все показал а еще его заключение было правильным ну для официальных органов если вы не смотрели первое видео то переходите по ссылочке и смотрите ну а сегодня мы говорим о том что делать если застройщик отказывается от ваших претензий по поводу того что стена кривая угол промерзает ну и так далее что же делать а нужно будет идти в суд чтобы доказывать свою правоту так вот сегодня будем разговаривать именно об этом саша привет привет это александр который является специалистом по приемке квартир да и вообще с большим опытом строительства проектирования эксплуатации приемки ну и так далее и так далее я напоминаю что он номер один в екатеринбурге компания именно по приемке зданий и сооружений но и квартир в частности и 38 в россии правильно я так случилось в рейтинге судебно-экспертной палаты российской федерации о как звучит саш вопрос следующий я купил квартиру пригласил застройщика чтобы принять ее и взять ключики и так сказать начать делать ремонт ну или уже так сказать перевести вещи и жить и вот мы ходим принимаем эту квартиру ну например с тобой ты походил посмотрел инструментами померил и говоришь тут не так здесь неправильно вот это переделать здесь не доделано а застройщик пошел в отказ ну не сразу конечно как это бывает они обычно уходят да 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 все исправим а потом через недельку выясняется что ничего не будет да все нормально а все хорошо говорит застройщик и вот я вот у этого так сказать но не разбитого корыто а недоделанной квартиры что делать как мне быть для начала приемки они же разные было да ну исходя из опыта да то есть то есть не все застройщики идут в отказ и некоторые адекватно реагируют и допустим при обнаружении тех или иных дефектов они сразу это себе даже фиксируют либо потом просят чтобы мы им передали вот эту схему до который мы составляем с дефектами список замечаний список да но мы чаще всего делаем схему чтобы допустим план квартиры да и мы просто схематично указываем где такие отклонения чтобы допустим данная бумажка получил пара пришел получил в руки до которые не было в этом месте до чтобы он уже сориентировался нашел если мы допустим передадим акцию просто там стены неровные да то понятно где не ровно не придет и не будет искать неровные стены и это так все останется говорится в непытие поэтому многие застройщики которые держат своим именем да допустим организации отделочники там прочее они все это смотрит да есть такой косяк все исправим сегодня вопрос ну то есть есть хорошие застройщики в этом в этом вопросе которые идут навстречу не исправляют да но да но попадаются такие которые специалисты которых отправляют на приемку квартиры до которые сразу там со всеми не согласен то есть он не мотивирована даже пишет просто не согласен и все то есть он сразу сделал вывод о том что этот дефект допустим не имеет обоснования ничего то есть ну такой мега специалист хотя мы даже сразу сходу не все дефекты обоснованы и дефицируем как дефекты потому что это нужно сделать все равно исследовать то есть нужно все все в целом как лица померить исследование так она поэтому так и называется судебной экспертизы судебные исследования что в этом случае делать вот если застройщик пошел в отказ если пошел в отказ тогда делается не просто акт да с указанием дефектов а именно такой акт который мы уже называем заключение то есть заключение специалиста оно называется раз он официальный документ да это официальный документ то есть он составляется по методику проведения строительных технических экспертиз таким образом чтобы попав в руки судье да либо вообще там в руки там третьих лиц ему было все предельно понятно что нарушено какое отклонение какой нормативный документ нарушен при этом либо там условия договора долевого строительства нарушена и все то есть и место расположения его объемы и что с этим делать то есть получается ты не просто обследование делаешь ты делаешь к нему схем до схема ты прикладываешь договор к этому договору нормативную базу гост и на и указываешь где что народа то есть к этому к замечанию к этому дефекту да то есть мы расписываем все обоснования то есть что нарушено в каких размерах нарушена и что с этим делать понятно ну а о том что такую операцию должны производить именно квалифицированные специалисты мы говорили об этом видео номер один ну а сейчас продолжаем разговор о том что же делать если вдруг застройщик отказался от ваших претензий ну то есть если он согласен то никаких вопросов пришел исправил правда же да но тем не менее чтобы это выяснить все равно должен быть выезд должен быть осмотр инструменты все померили все посмотрели ну и ну и так далее правильно вот они отличаются по цене вот первый случай и второй когда для суда или когда просто вот для заказчиков принять квартиру до цена отличается и связано это с тем что прием как говорится она уже была существенно все замеры были сделаны да то есть чтобы что в первом варианте что втором просто во втором варианте уходит больше трудозатрат у специалистов потому что не просто акт составляется как говорится как памятка либо схема либо бывали такие случаи когда ну мы еще даже обходились просто а вот метками там маркером до участков дефектных на месте и строителей исправляли и все нормально было вот здесь затрата времени заключается в том что нужно именно составить правильные четкие документы со всеми расчетами и обоснованиями то есть чтобы было все именно изложено в этом документе так ну по методику проведения судебно-строительных экспертиз чтобы у суда не было вопросов о назначении каких-то либо повторных экспертиз чтобы все все было расписано четко просто не было каких-то общих фраз что допустим какие-то неровности стен насколько эти неровности допустимы недопустимы потому что мы знаем что идеально там допустим плоскости плоскости не бывает да то пусть всем везде есть отклонение но насколько они какой объем какой какие допуски какие что нарушено а скажи вот в суд любой человек может принести эти документы но вот например принимает квартиру риэлтор и он составил список замечаний и вот этот список понес в суд у него примут если если он конечно приложит к этому заключению список документов которые именно для специалиста необходим минимальный да то почему нет но все зависит от списка документов которые он приложит а были такие случаи что отказывают ну я не знаю как у других и не отказывают когда у нас там принимают потому что если нас орбитажные суды и районы суда выбирают для проведения своих экспертиз то есть они отправляют на запросы мы даем ответ сюда такой специалист может сделать такую работу то есть высылает определенный список вопросов нужно сделать такую экспертизу провести вот такой то вопрос есть между двумя там организациями да скажем так да такой специалист может выполнить такую-то работу вот его документы все судя смотрит окей назначает экспертизу ну давай теперь тогда пошагово а когда я принимаю квартиру у застройщика купил приехал я должен подписать акт приемки мне как лучше поступить мне сразу с собой нужно брать специалиста по приемке квартиры чтобы потом какие-то косяки не вылезли вдруг до подписания акта правильно я понимаю ну да и и потому что лучше подписать допустим если вот прямо не требуешь нужно подписать можно подписать азам замечаниями да то есть а эти замечания можно потом раскачивать от простого акта допустим до целого заключения скажем так принимаете квартиру у застройщика берете с собой специалиста по приемке квартиры он ходит смотрит выявляет замечания если таковые есть составляет список и вы его предъявляете застройщику если застройщик говорит нет проблем мы все исправим но и прекрасно и хорошо пусть исправляет за свой счет вы будете довольны и счастливы и спокойны что вашей квартиры все хорошо ничего не промерзает нигде не свистит а если застройщик пошел в отказ то дальше какой шаг делаем заключение для суда звоните александру ну или не александру а тому кто совершал приемку и говорите застройщик пошел в отказ действуем по плану б нужно заключение для суда уже делаешь заключение и с которым уже сам хозяин квартиры обращается в суд да ну или нанимает юрист который матче риса до суд потом может вызвать в качестве специалиста качестве света то есть специалист который производил его осмотр допустим если это вопросы возникли у него допустим дополнительно чтобы не назначать еще там третью экспертизу да и третью организацию то есть так можно можно и суд сходить а вообще практика скажи пожалуйста по опыту практика проведения таких судебных заседаний она больше в пользу и истца или ответчика ну то есть на чьей стороне суд то вообще как вообще бывает на жизни суд и конечно чаще на стороне потребителей то есть у нас стараются защитить потребителя поэтому судя больше конечно на стороне потребителей но это не значит потому что он потребитель а может быть все таки это из-за того что как-то где-то что-то не доделали застройщики но Застройщики не доделывают, они и доделают ему, чтобы он в итоге получил качественный продукт. Итак, мы с Александром рассказали, как вам принимать квартиру, в какой последовательности, что делать, если вдруг застройщик пошел в отказ и не хочет исправлять свои косяки. На этом видео завершаем. Ставьте лайк, если понравилось, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Ну, а я вас жду в третий раз. Мы снимем еще один видеоролик, как принимать квартиру, если вы не хотите принимать специалиста. Александр нам поможет, расскажет, куда посмотреть, заглянуть, где ковырнуть, на что обратить внимание, какой инструмент с собой взять, чтобы это сделать самостоятельно. Ну, в любом случае попробовать-то можно, а если не получится, вы всегда сможете пригласить Александра. Контакты, в принципе, оставлю. На этом все. Всем пока, до новых встреч. А еще в этом ролике мы сделаем примерный разбег цен от простой приемки до судебного заключения. О, какой щедрый. Пока. Пока.